Президент России обратился к гражданам по поводу изменений пенсионного законодательства. Владимир Путин подчеркнул, что понимает, насколько значимы для миллионов людей вопросы пенсионной реформы. Именно поэтому он решил обратиться к каждому напрямую, обозначить свою позицию и поделиться своими предложениями, которые считает принципиальными. Президент напомнил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста шла еще в советское время, однако решения не принимались. Президент отметил, что сейчас крайне малочисленное поколение, родившееся в 90-е, входит в трудоспособный возраст. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка на пенсионную систему. По мнению Владимира Путина, если проявить нерешительность сейчас, то в долгосрочной перспективе это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны. При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет. Также, подчеркнул Владимир Путин, нужно предусмотреть льготы для многодетных матерей. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей на четыре года раньше, а для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Владимир Путин напомнил, что пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации. Однако, прямо сейчас нужно подумать о тех, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. В этой связи предлагают для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу, право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019-го. Владимир Путин также предложил повысить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста, установить надбавки для сельских пенсионеров. Также, по мнению президента, необходимо снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. До завершения реформы пенсионной системы нужно сохранить все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю, действующие на 31 декабря 2018 года. Необходимо, по мнению президента, обеспечить сохранность и всех региональных льгот.